Когда у нас сил абсолютно не хватает, мы просим Бога помочь. Я хочу с вами поделиться, что было буквально месяц назад, мы тогда долго не были, потому что была духовная война, действительно. Кроме того, мы разбирались с вами, как раз мы подняли с Володей темы по знакам сатаринских. Ну вот, значит, я работаю на работе ночью, и постоянно там происходят на работе скандалы, такая нервная обстановка там. Ну я начала, ну давно уже молюсь, там все это, работаю, говорю, господи, открой, покажи мне, какая причина, почему. Вроде бы все нормально, и потом взрыв, и начинают все ругаться друг на друга. Вот, ну естественно, эта волна как-то и меня зацепила. Вот, ну не буду давать о подробности. В общем, Господь не открывает. Возле меня недалеко, на столе, как бы вам это объяснить. Ну вот, например, конвейер у нас идет, да? И вот, вот так вот, обыкновенно сборка, да? То есть, висит красная звезда, черная надедина. И вот здесь вот, по бокам, звездочки маленькие, только наоборот перевернуты. Это знак козла, это знак сатанистка. И я так род открыла. А, о, Господи, вот она причина эта. Ну, начала ходить молиться, думаю, кто что-то повесил. Потом начала обращать внимание, когда на столы, столы идут по камеру, под ними ложатся такие доски, для того, чтобы они передвигались. Я начала обращать внимание, когда я мою три шестерки. Понимаете? Кто-то пишет, кто-то занимается этим сатанизмом там, там, то есть, представитель слуи сатаны там есть на работе. Вот. Ну, недолго думая, а я и думаю, думаю, ну, почему я так не хотела туда идти? Ну, Господь меня послал, и, слава Богу, до того времени я там, невзирая, что я могу и на другом где-то месте работать. Думаю, ну, хорошо. Что же дальше будет? Начали происходить такие события. Я уже с мужем дома, мы начали молиться за это дело. Я уже чувствую, что действительно надо что-то делать, что Господь уже побуждает делать какие-то действия. А я боюсь. Я боюсь, думаю, ну, сейчас Господь как начнет тут гром и молнии посылать. Что ж мне делать? Да, ну, всякие мысли приходят. Ну, вот один прекрасный момент, когда очередной стандал был. И у нас ещё там люди с Ямайки работают. Они и кричат, и свистят, и такие вопли издают. Ну, явно ненормальные. Вот. После очередного взрыва, в общем, прозвенел звонок на перерыв. Я подхожу к этим звёздам. Вот так вот беру, срываю, лбу и выкидываю в мусорное ведро. Ну, вы знаете, начали происходить со мной непонятные проявления. Не положу. Буквально, через несколько дней. Вот здесь вот у меня руки, сейчас я вам покажу, там остались шрамы. Вот видите, точки какие-то остались. Немножечко. Полностью язвы вот такие были у меня на руках. Ночью у меня вот это вот всё чесалось. Я не могла уже пережить. Я уже и мазала, и кремами, и чем-то не мазала. Потом думаю, ну не может быть, чтобы просто так у меня на руках эта гадость появилась. Сколько там работают, людей много работает. Ну, не может быть. И вот сидим мы в испанском собрании, и мне приходит мысль такая. А почему бы за это дело не помолиться? Кто мне мешает? А вдруг попробую? Ну, вышли, братья там собрались, помолились, помазали мои руки елем. Домой приезжаю, эти раны, ну вот как в сказке, вот так вот раз и затянулись. Буквально вот затянулись. Что значит сила молитвы? Потом неделя проходит, у меня обратно начинается оно. Оно как бы зажило, но всё равно как бы это, я чувствую, духовная война продолжается. И вот наступил момент уже такой, когда я просто без сил, я просто уже лежу на кровати. Я говорю, Володь, ну помолись уже за меня. Он начал за меня молиться, помазал елем. У меня в глазах начало чуть-чуть прояснение как бы показываться. Потом я поняла, думаю, а что ж я лежу? Чего это я без сил? Ведь со мной Господь. Господь мой силен всё это дело сделать. И я начала молиться и благословлять свой дух, свою душу и своё тело. Вот так вот и молилась и говорила. Я благословляю свой разум, я благословляю своё тело, я благословляю свой дух, я благословляю свою душу. Вы знаете, вот как в один момент, как в сказке. И что-то отлетело, понимаете? Всё, я абсолютно в здравом уме, всё хорошо у меня, я спокойно заснула, всё нормально было. Утром подыматься, у меня такое чувство, я не хочу туда идти, я не хочу находиться в этой среде. То есть очень тяжело работать в этой среде. Я вот так вот села на краешек и говорю, Господи, ну наполни меня, дай мне силой. Я так посидела буквально минут 10-15. Потом встаю и думаю, почитаю псалтырь перед работой. И вот так вот открываю, и у меня не на псалтырь выходит, а на... Что скажите, на притче. 24-я новая. И я вот так вот просто беру и читаю. Сначала там с 23-й главой что-то там в конце, потом 24-я. И у меня прям озарение в голове, вот в моём сознании, в моём существе. Послушайте, что написано. Не ревнуйте злым людям и не желайте быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о зло говорят устали их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Братья и сёстры, я когда это прочитала, меня такая радость наполнила. Мне Господь такие силы дал. Я просто говорила, Господи, спасибо тебе, я всё правильно делаю. Я говорю это мужу, я говорю это в собрании святых. Я говорю братьям, чтобы молились за меня. То есть идёт совещание. Если уже такая явная духовная борьба, то что-то надо делать. То есть мы по одиночке, да, может быть Господь там что-то скажет. Но когда мы вместе, мы сила. Когда вместе молитвы, мы молимся, стоим, противостоим всем козням сатанинским. И потом в голове у меня начала играть вот эта вот музыка. Она песня, мы её в Аргентине очень давно, как бы, года три назад пели. И вот сколько лет прошло, когда мы её забыли. А она-то в голове сидит, дух начал петь её. «Ведёт эту битву Господь». Если кто-нибудь знает эту песню, или нет. Значит, слова такие. «В непрестных доспехах войдём в этот мир». «Ведёт эту битву Господь». «Мы кровью Его одолеем врагов». «Ведёт эту битву Господь». Понимаете? То есть мы верующие, мы должны всегда помнить, что за нас ведёт битву сам Господь. То есть и Он нам напоминает, Он нам даёт силы не бояться, не страшиться, что бы вокруг нас бы не окружало. Потому что мы и каждый находятся на месте, где обязательно присутствует сатанинский какой-то служитель. И не зря нас Господь посылает в те места, где мы должны работать и быть. Так что обращайте внимание, где вы работаете, с кем вы работаете. Если вы плохо себя чувствуете или ослабели ваши силы, никогда не поздно молиться, звонить даже по телефону, не бояться, помолись за меня, брат, сестра, вот у меня нужда и так далее. И мы сейчас вот с Володей споём эту песню, «Ведёт эту битву Господь». Очень чудесная, и она ободряется, она даёт силы противостоять этим всем хозням сатанинским. И пускай вот послушайте слова, какие прекрасные написаны. Иисус слава, сила! 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 Спасибо.